Здравствуйте, Александр Александрович! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, какие избирательные комиссии задействованы в предстоящих выборах руководителя нашего региона? Комиссия, организующая выборы губернатора Московской области, является избирательная комиссия Московской области на территории городского округа Электрогорск. Подготовкой и проведением выборов губернатора Московской области занимается территориальная избирательная комиссия города Электрогорск и 15 избирательных комиссий. А сколько у нас в городе избирателей? По состоянию на 1 июля 2018 года численность избирателей в нашем городе составляет 17 245 человек. Кто может голосовать на выборах губернатора Московской области? Любой гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, зарегистрированной на территории Московской области, постоянно проживающей на этой территории и являющейся дееспособной. Где и как можно узнать о дне времени и месте голосования на выборах? Информацию о дне времени и месте голосования доводится до избирателей участковыми избирательными комиссиями, которые начнут свою работу с 29 августа 2018 года. В первых числах сентября все избиратели получат приглашение на выборы, в которых им будет сообщено о дате времени, месте голосования, а также о возможности посетить свою участковую избирательную комиссию для ознакомления и уточнения со списком избирателей. Кроме того, с данной информацией избиратели могут ознакомиться на интернет-портале избирательной комиссии Московской области в сетевом издании Вестник избирательной комиссии Московской области и по телефону горячей линии избирательной комиссии Московской области в информационно-справочном центре избирательной комиссии Московской области по телефону 8 800 550 83 81, а также в территориальной и участковых избирательных комиссий нашего города. Также о месте голосования можно узнать, воспользовавшись сервисом «Найди свой избирательный участок», который размещен на сайте Центральной избирательной комиссии и в официальных группах территориальной избирательной комиссии, в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Спасибо большое. А где избиратель может узнать, внесен ли он в список избирателей? Эту информацию он может получить в своей участковой избирательной комиссии по месту своего жительства за 10 дней до дня голосования, соответственно, начиная с 29 августа 2018 года. Также, как я уже сказал ранее, можно воспользоваться сервисом «Найди себя» в списке избирателей, который размещен на сайте Центральной избирательной комиссии. Александр Александрович, где можно принять участие в голосовании? Принять участие в голосовании можно, конечно, в день голосования в помещении для голосования того избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей по месту своей регистрации, либо вне помещения для голосования, то есть на дому. Также на избирательных участках, которые образованы в местах временного пребывания, это больницы, санатории, дома отдыха и другие места временного пребывания, а также на ином избирательном участке по месту своего нахождения. Но одна особенность этих выборов в пределах Московской области, так как это выборы главы нашего региона. В какое время избиратели могут проголосовать в помещении участка в день голосования? Помещения для голосования будут открыты с 8 до 20.00 по московскому времени. Александр Александрович, если у избирателя нет возможности проголосовать на своем родном участке? На предстоящих выборах не предусмотрено досрочного голосования, нет открепительных удостоверений, но если на день голосования избиратель будет находиться вне места своего жительства, но при этом он будет находиться в пределах Московской области, он может подать заявление о включении его в список избирателей по месту своего нахождения, указав в нем тот избирательный участок, где он планирует проголосовать. О способах подачи заявления о включении в список по месту своего нахождения я прошу рассказать члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, ответственного оператора пункта приема заявлений территориальной избирательной комиссии, Белошутийскую Дарью Владимировну. Здравствуйте, Татьяна. Заявление о голосовании по месту нахождения может быть подано в любую территориальную избирательную комиссию. Наш пункт приема заявлений располагается по адресу улицы Крыженовского, дом 12, корпус 2, здание администрации на первом этаже в 103 кабинете. Работаем мы ежедневно с понедельника по пятницу с 4 часов дня до 8 часов вечера, выходные и праздничные дни с 10 часов утра до 2 часов дня. Также есть у нас телефон для справок, это 3-77-48. Также может быть подано заявление через многофункциональные центры и через единый портал государственных и муниципальных услуг. Заявление вы можете подать в период с 25 июля по 5 сентября. Для оформления указанного заявления вам необходимо иметь при себе паспорт с постоянной регистрацией на территории Московской области, либо в период перерегистрации паспорта у вас должно быть при себе временное удостоверение личности. И также вам необходимо знать, где вы будете находиться 9 сентября, но в пределах Московской области. С 29 августа по 5 сентября указанное заявление вы можете оформить в любой участковой избирательной комиссии. Если по каким-либо причинам вы не смогли подать заявление до 5 сентября, вы вправе оформить специальное заявление о голосовании по месту нахождения. Специальное заявление вы можете оформить только в участковой избирательной комиссии по месту своей регистрации в период с 6 сентября до 2 часов 8 сентября. Заявление о голосовании по месту нахождения на выборах губернатора Московской области может быть подано только один раз, я обращаю на это внимание. И если вдруг будет выявлен тот факт, что избиратель подал более одного заявления, то действительно будет считаться заявление, поданное первым. Спасибо большое. Дарья Владимировна, сколько заявлений от избирателей уже принято? На сегодняшний день уже принято 37 заявлений территориальной избирательной комиссии и 3 заявления многофункциональным центрам. Мне бы хотелось дополнить, Дарья Владимировна, механизм мобильный избиратель в предстоящие выборы усовершенствован по сравнению с выборами в Государственную Думу и выборами президента Российской Федерации, которые прошли 18 марта. В частности, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации решено расширить срок подачи обычных заявлений, то есть завершить прием заявлений за 3 дня до дня голосования вместо 5, и тем самым сократить срок оформления так называемых специальных заявлений. Кроме того, предполагается организовать на сайте Центральной избирательной комиссии онлайн-сервис, с помощью которого любой избиратель сможет убедиться в том, что никто не подавал от его имени, используя его паспортное данное заявление, а также уточнить адрес помещения для голосования. Помимо этого, планируется организовать оперативный ввод информации об избирателях, которые проголосовали по специальным заявлениям с помощью так называемого QR-кода, и обработку этих данных в системе ГАЗ-выбора в течение трех дней уже после дня голосования. А начиная с 7 августа, члены избирательной комиссии нашего города проинформируют наших избирателей о местах подачи заявлений для включения в список по месту своего нахождения. Вот, Татьяна, каждый избиратель получит вот такой лифлет, это памятка избирателя, в которой отражены сроки, места подачи заявления, то есть та полностью информация, которая необходима будет человеку, если он не будет находиться в городе, а будет находиться в Московской области, где он может проголосовать и, соответственно, где он будет включен в список по месту своего нахождения. Спасибо за такой развернутый ответ. Расскажите, пожалуйста, в каком режиме сейчас работает комиссия? Режим работы комиссии с 16 до 20 часов в будние дни, а в праздничные и выходные дни с 10 до 14 часов. Члены комиссии осуществляют дежурство в соответствии с утвержденным и опубликованным графиком, ведется прием избирателей, отвечаем на вопросы избирателей, на звонки. Ну, по сути дела, идет большая, целенаправленная, плодотворная работа по подготовке и помещений, и всех участников процесса к предстоящим выборам. А уже начиная с 29 августа, как я уже говорил ранее, начнут работа наши 15 участковых избирательных комиссий. Александр Александрович, почему нам всем нужно идти на выборы? Знаете, Татьяна, по закону каждый дееспособный гражданин Российской Федерации имеет право голоса. Для нас с вами это означает то же самое, что и для гражданина в любом другом регионе страны возможность воспользоваться своим правом и принять участие в выборах губернатора Подмосковья. От главы региона зависит, какой будет Московская область, бежащая 5 лет. Это ближайшее будущее определит ее дальнейшие перспективы, как в экономике, так и в социальной политике. Не нужно отказываться от возможности повлиять на будущее региона сегодня, ведь мы не знаем, какое оно будет через несколько лет, а в частности через 5 лет. И, наверное, самый волнующий жителей нашего региона вопрос. Говорят, что выборы не всегда честные. Тогда сделайте так, чтобы ваш голос не был сфальсифицирован. Придите и лично обдайте его за того кандидата, который этого достоин. Голосуя, вы подаете пример своим детям, родственникам, знакомым. У каждого из нас должна быть своя гражданская позиция. У общества, которое состоит из пассивных людей, нет будущего. Любая гражданская позиция достойна уважения. На выборах вы имеете возможность заявить о ней действительно. Чем больше людей придет на выборы, тем объективнее эти выборы будут. Каждый человек, который неравнодушен к своему будущему и будущему своих детей, и будущему Московской области, должен принять участие на выборах. Так что приходите на выборы и голосуйте. Спасибо, Александр Александрович. Спасибо, Дарья Владимировна.